родители слышат из детской спальни ужасный крик заходят на кровати сидит ребенок выпучил глаза и дико орет он вырастет не менделеевым а продавцом соседнем продуктовом магазине я вот сейчас смотрю на путина он всегда красивый энергичный он что так классно спит это первым делом за секрет наверняка сказать что все все снотворно это ужасный вред нет а сформировался рефлекс боязни не заснуть и постель тире бессонница черт я мучительно хочу спать вот прямо умираю но только лег в постель все сон как рукой сняло отдавать придется своим здоровьем а возможно и жизни до какого возраста лучше детям не давать все эти планшеты не надо кушать печень белого медведя вот полезный лайфхак роман добрый день спасибо что пришли к нам я очень благодарен роман бузунов это главный сомнолог россии это бесспорно я пересмотрел огромное количество ваших интервью причем у всех у них миллионы просмотров потому что видимо эта тема сна очень интересная очень популярна сейчас и конечно ваши те подкасты они напоминали больше как бы такую бесплатную консультацию для самого ведущего хотя вы сказали что ваш консультация стоит 8 800 когда было сейчас уже 27 27 700 27 700 поэтому у нас таких денег нет сожалению поэтому да у нас не будет бесплатной консультации у нас сегодня будет действительно такой глубокий диалог про сон скажите пожалуйста сейчас государства например государства многие государства должны ли тратить бюджет и действительно изучать тему сна глубже нежели она изучена сейчас или сейчас как бы есть более важные вещи в мире которые происходят и сон как бы это сейчас не самое главное ну здесь извините смотря с какой колокольни посмотреть с колокольни докторов которые занимаются пациентами которые страдают проблемами со сном до или с позиции самих людей которые приходят и рассказывают что все жизнь закончилась потому что я вообще не сплю наверное стоит но и с точки зрения науки да с другой стороны с точки зрения политиков возможно есть какие-то другие более важные задачи хотя я хочу сказать что вот эта непрерывная ситуация стресса последние три года начавшиеся с пандемии продолжающиеся до настоящего времени это же конечно крайне отрицательно влияет на сон и причем не только сейчас это приведет к тому что мы будем потом это годы если не десятилетия еще эхо всего этих событий посттравматических да это будет посттравматическое стрессовое расстройство которое может доставать если так можно выразиться людей не в тот момент когда произошел стресс а через месяцы и годы после этого и это достаточно тяжелое расстройство которое не очень просто поддается медикаментозному лечению нужно целая система и врачей и социальных служб и родственников которые должны понимать как чувствуют себя эти люди в посттравматическом расстройстве ведь вообще-то недаром вот наше государство я так понимаю задумалась об этом потому что сейчас допустим приказ минздрава был вот весной и начало лета что психиатром может стать любой практический врач не пройдя ординатуру два года обучения после института там после университета а 500 часов профессиональной переподготовки ну то есть чтобы вас можно было сформировать когорту психиатров к тому времени когда эта ситуация сильно обострится это будет квалифицированные специалисты тут понимаете как а вот во время великой отечественной войны когда готовили хирургов за два месяца и причем они даже еще были не врачами а там студентами старших курсов из медицинских институтов понятное дело что как там говорили у каждого хирурга свое кладбище да и понятно что поначалу увы приходилось ну или человек делал массу ошибок наверное и здесь так ну слушайте а после института уж давайте медицинского ты выходишь ты вроде думаешь сначала что ты так много всего выучил вы попадаешь в реальную практику скорой помощи и я помню то этот ужас свой первого дежурства во время ординатуры и что меня шесть лет учили если ничего не знаю эти как так что тут лиха беда начала но в общем то сама проблема она настолько уже дозревает что государство об этом начало думать а вообще вот если мы затронули тему посттравматического синдрома этот синдром будет как бы всю жизнь человека беспокоить он не будет спать из-за вот своих вот этих кошмаров как бы на протяжении всей жизни или можно это вы вылечить и там через какой-нибудь там пять-десять лет уже человек будет заново жить спокойной хорошей полноценной жизни тут надо понимать что чем раньше и эффективнее мы начнем с этим бороться состоянием тем меньше человек будет заходить вот состояние когда он уже оттуда почти не выйдет то что это тревоги это депрессии это панические атаки это флешбеки ну то есть когда знаете вот фильмах показывает человек просыпается на ду и вот это вот ему все потом снится это тяжелое расстройство сна а это само по себе еще дальше человека дезадаптирует он начинает хуже социально общаться начинает замыкаться в себе и если нет соответствующей помощи еще раз говорю и тех же психиатров и психологов и социальных служб и семьи и и самого человека нужно научить как с этим справляться вот тогда да в общем прогноз достаточно благоприятный есть так тоже хорошее выражение что время лечит все да и в этом смысле само по себе время но тут с посттравматическим стрессовым расстройством может быть такая ситуация что если человека не с адаптировать не скорректировать то потенциально это может начинаться а социальное поведение а дальше это какие-то нарушения закона и и дальше извините уже там возникает не медицинская проблема а юридическая порой уголовная проблема и тут тоже вопрос очень серьезный в плане того как как этих людей дальше сделать так чтобы они были просто нормальными адекватными людьми это целая большая большой труд большого количества людей вокруг да каждый раз когда я готовлюсь к интервью а я к ним готовлюсь я стараюсь найти какие-то интересные факты чтобы и спикеру не было скучно и вам дорогие зрители тоже было познавательно но зачастую я сталкиваюсь сложной или выдуманной информации в интернете который впоследствии мои спикеры опровергают поэтому я перестал доверять всему что написано в интернете и решил черпать информацию только от людей которые прошли большой путь в своей области и стали главными экспертами своих профессиях именно поэтому более 15 тысяч человек выбирать образовательную платформу класс ведь на ней находится уже более 30 мастер-классов от главных представителей своих профессий от александра васильева который обучает этикету и дизайн интерьера от александра селезнева который обучает кондитерскому мастерству от дмитрия абзалова евгения когана которые рассказывают об инвестициях и финансах и конечно же куда без этого истории футбола которую преподает виктор гусев переходите по ссылке в описании выбирайте годовую подписку можно в рассрочку и вы получите доступ ко всем 30 курсам которые есть сейчас на платформе таким образом вы получаете более тысячи часов самой интересной информации на разные темы от главных представителей своих профессий учитесь у лучших учитесь на класс а если мы говорим про детей откуда у детей посредством там все эти кошмары страшилки они боятся спать сами я говорю про детей не которые там слышали взрывы бомб за окном или там попадали в какие-то обычно просто дети которые спят каждый день и вот когда их там образно перекладывают собственную кровать они прибегают мама мама я боюсь вот я про таких детей то есть как вот им быть и что и родителям делать с этим но им то я думаю быть то все ничего порой это больше проблема родителя детей причем таких гипер заботливых родителей вообще тут тоже есть вариант нормы не нормы и часто родители воспринимают например так называемые ночные ужасы сейчас расскажу что это такое когда какой-то кошмар ну представьте себе родители слышат из детской спальни ужасные крита заходят на кровати сидит ребенок выпучил глаза и дико орет да и не понимает вообще что вокруг происходит родителей не узнает но как на это родители могут реагировать они начинают его трясти в этом вася этому люда и лёша что с тобой да этот ребенок потом просыпается вот в этом остатках ужаса не понимает начинает узнавать родители их испуганные лица и вот это само по себе еще дальше ребенка вот так сказать вызывает страх на самом деле это так называемые ночные ужасы они не совсем понятно почему возникают но это известно что они возникают в период допустим выраженных эмоциональных каких-то переживаний ребенка например поход детский садик начал ходить или в школу пошли или экзамены какие-нибудь особенно в ранних классах то есть стресс какой такой некий стресс но интересно что если этого ребенка не будить вот просто погладить по головке уложить он сам успокоиться заснет он с утра помнить ничего не будет он будет абсолютным ангелочком и никаких у него проблем с этим не будет и это больше проблемы родителей которые там беспокоиться по поводу этого ребенка они его начинают таскать по докторам а ты ж только приди к доктору доктор обязательно мало того что назначат обследование там какой мрт головного мозга а этого ребенка сложно засунуть просто начинает дико орать потому что его засовываешь в этот неизвестный прибор этому ребенку начинают делать наркоз чтобы сделать мрт головного мозга потом энцефалограмму и этот ребенок ходит по докторам он уже этих докторов начинает всех бояться то есть это смог по себе может потом ночные ужасы вызывать то есть здесь порой стоит просто подождать и все это пройдет а если не пройдет то есть если например случилось и вот уже там месяц каждый день там или через день он просыпается или там кричит от вот этих вот кошмаров здесь понятно что у каждого свой тип нервной системы он ребенка тоже свой и есть так называемые предрасполагающие факторы когда достаточно возбудимая нервная система и в этом смысле тогда нужно смотреть на то как можно поведенческий скорректировать может быть но эти же те же родители в первом классе ребенок уже там ходит в школу три секции английский язык какой-то хинди который сейчас всех заставить и и и понятно что это просто перегруз нервной системы ребенка и нужно как-то подумать родителям но ограничьте пожалуйста бедную нервную систему ребенка успокойте физическая нагрузка очень целесообразно следующие смартфоны это же просто бич уже знаете как как это было как картинка такая когда маленький ребеночек там три года подходит к окну смотрит в окно потом начинает вот так вот пальчиком пытаться раздвинуть увеличить картинку то что он уже научился знаете ли знаете вот этим жестом на смартфоне а это тоже постоянное возбуждение нервной системы и далеко не все там эти мультики которые он смотрит они такие веселые жизнерадостные иногда там эти все друг друга гоняются пытают съесть да и в общем это детская психика тоже может плохо переваривать то есть здесь уже нужно смотреть самим родителям может быть консультантом по детскому сну или консультантом психологом детским ну уж тем же в конце концов психиатром но только адекватным которые не сразу начинают этого бедного ребенка там нейролептиками кормить так что тут тоже вопрос такой как правило это все такие варианты развития нервной системы и просто иногда это просто бывает перегруз который нужно немножко ограничить степень нагрузки и соответственно ребенок тебя начнет чувствовать лучше до какого возраста лучше детям не давать все эти планшеты телефоны огранил умеренно показывать мультики здесь ну наверное каждый родитель должен решать сам хотя допустим в китае насколько я знаю там часом в день в рабочие дни ограничено использование смартфонов гаджетов и всевозможных игровых консолей у детей причем там это как-то хитро делают что если у тебя свой аккаунт то все же это шоу в онлайне ты там час проиграл все там те сообщения извини дорогой мальчик девочка часто поиграл до свидания ну в общем да это на государственном уровне прямо решается ну по детям нет таких исследований но очевидно есть по взрослым вообще если допустим во время перерыва просто среднеофисный такой работник вот среднеофисный стресс так вот он отдыхает но в это время смотрит смартфон и там серфит степень стресса который можно сейчас померять с помощью специальных приборов она в лучшем случае не ниже чем когда он занимается работой в худшем случае выше чем когда он работает то есть у него получается вообще нет перерывов на а у нас ведь что идиоты придумали переменки в школе обеденные перерывы спортивные физкультурные пятиминутки там файф тела клок какой англичан то есть мозгу нужно периодически выходить из состояния напряжения чтобы просто не 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 привести к тому что человеку в конце концов к вечеру будет совсем вообще никакой на постоянно находясь в стрессе идите поиграть и настольный теннис лучше конечно вообще опять же вот огромная работа вышла начала 23 года порядка больше тысячи обследований проанализировано больше ста тридцати тысяч человек анализ метаанализ большой который показал что средне и высоко интенсивная физическая нагрузка она по эффективности превышает фармакотерапию и психотерапию в лечении тревоги депрессии бессонницы но все хотят закинуться таблеточкой мы про таблеточки поговорим я просто вот сейчас люди тоже спросят ну хорошо и я у меня там повысится стресс ну и что но что чему это может привести то есть это накопительная такая история до которая впоследствии где-то вылезет абсолютно однозначно я хочу сказать я ко мне бывает приходит достаточно серьезные бизнесмены там политики и так далее и так далее он так волей судеб я все-таки 30 лет отработал сначала там четвертом главном управлении потом управление делами президента и сейчас я профессор кафедры там центральной государственной медицинской академии ну просто вот под долгу службы мне приходится и приходилось сталкиваться с такими даме и часто они говорят а чтобы сделать чтобы сократить сон ну чтобы я больше работал имею больше всего успевал и меньше спал дело в том что сон это генетически определенное состояние а давайте будем через раз дышать а давайте будем меньше водички пить до или кушать перестань чем это закончится некоторые стараются меньше есть ну если это не анорексия выдали так вот и я им говорю этим людям что знаете так как брать кредит в банке на какое-то время вы можете больше поработать да но отдавать придется своим здоровьем а возможно и жизнью есть тоже много достаточно серьезных работ которые показывают что если хронически нарушен сон это сокращает значимо продолжительность жизни вот вы готовы например пожертвовать своими пятью годами жизни что просто сегодня чуть чуть больше успеть более того это тоже огромное исследование допустим такой компании маккензи было 2016 года который порядка 80 тысяч бизнесменов оценивали так вот когда человек не высыпается он начинает терять такие некие высшие функции нервной системы как прогнозирование как анализ как эмпатию то есть понимание других людей то есть он начинает немножко хуже оценивать ситуацию чего чрезвычайно важно там и политикам и бизнесменам еще билл клинтон сказал что самые глупые решения я совершал тогда когда был не выспавшийся но самое печальное что человек в этой ситуации еще не понимает что он уже не эффективен то есть он уже принимает неэффективное решение а он думает что он еще пока еще все еще так сказать готов что-то решать вот в чем беда я кстати когда был на вашем сайте зашел на ваш сайт мы вот здесь подпишем там есть такое раздел его знаменитости и среди этих заменить был михаил горбачёв ну ширвинт хазанов и так далее давай ну я понимаю что возможно ширвин хазанов ваши до сих пор действующие пациенты поэтому про них не будем а михаил горбачёв он действительно что у него были какие-то проблемы со сном что он обращался к вам ну знаете сейчас не тот период гласности да и вообще собственно говоря ну я может немножко по-другому отвечу вот когда умер брежнев да и тогда была такая вот ситуация чазов рассказывал чем он болел и от чего он умер его лечащий доктор рассказывал от чего он умер но там собственно говоря скорее всего был передоз барбитуратов которую он активно принимал да но все-таки некое мое внутреннее состояние души даже те люди которые увы уже ушли я могу говорить что да я их так или иначе где-то там встречал поговорить просто встречали или прям лечили ну я их консультировал я бы так сказал хорошо ну просто чуть-чуть со стороны зайдем это они хотели больше спать или наоборот как то вот как вы сказали наоборот меньше спать ну здесь ситуация такая чтобы борис николаевича просто это вся открытая информация да что он нас барвихе когда я там работал барвихе долго достаточно лечился и когда приехал дебеки его консультировать возникло подозрение насчет апноэ сна или синдрома обструктивного апноэ сна да и а так получилось что фактически в россии практически никто этим не занимался кроме там несколько человек включая меня может от еще до борис николаевича но определенные там тоже серьезные фигуры болели да и ну выше посла но смысл в чем что я уже тогда владел так называемой сип-ап терапии или применением специальных аппаратов которые помогали при апноэ сна да ну и в этой ситуации я вспоминаю историю когда было так 6 академиков и я на консилиуме у борис николаевича и я рассказывал что нужно вот там применять вот такие режимы вентиляции главное мне вопросов никто никаких не задавал потому что они не совсем себе представляли о чем я вообще говорю вообще если мы говорим про действительно людей которые вот на высшем уровне принимают решение им сложнее заснуть или ну то есть у них уровень стресса от своей работы выше или я не знаю просто я сейчас смотрю на путина он всегда красивый энергичный уверенный всегда ну как бы как огурчик он что так классно спит или он что-то знает ну какие такие техники сна которые мы до сих пор не знаем ну давайте в общем картину опишу первое есть предрасполагающие факторы у кого-то тип нервной системы такой что он не знаю там руководит миллионами людей миллиардами и не рублей и в общем-то ему нервной системы его хватает чтобы переносить эти стрессы а кто-то вышел на дорогу собачку там вот задавила да или скандал в магазине и все у человека там три дня бессонницы так что это предрасполагающие факторы но смею вас уверить что если человек в процессе вот этой ситуации со стрессом не будет предпринимать каких-то определенных усилий по борьбе с этим стрессом очень быстро можно выгореть я тоже наблюдал массу там и больших людей и политиков которые вот в ноль выгорали то есть бросали все ехали в деревню упасти корову так один не экс-министр говорит но встал я в понедельник не хочу проводить коллегию ну и уехал ну сейчас раньше немножко проще было из министра уходить чем сейчас поехал в деревню позвонил сказал начальство говорить не хочу идти на работу ну вот ну конечно немножко это утрировано но именно так было и здесь фактически последние 10-15 лет я учил людей тому как справляться с этим стрессом есть разные концепции и в частности одна из них это самый последний вот года три называемый deliberate calm или преднамеренное спокойствие мы когда заходим в состояние психологического стресса мы не совсем понимаем что мы туда зашли вот я может быть так немножечко пространнее объясню но будет понятно у нас не было проблем пока не было абстрактного мышления была первая сигнальная система которая реагировала на внешний стресс стимул как правило бы это или опасность или добыча после этого когда возникал стимул происходил выброс стрессовых гормонов но за этим всегда следовало мышечная работа догоняй убегай борись да и выделившиеся стрессовые гормоны разрушались с работой мышц стресс заканчивался ну а более того животное не думала она не руминировала а что там было а что будет а будет ли за мной опять лев гнаться закончился стресс все мило зебра это пасется тому же в ус не дуй да да но когда появилась абстрактное мышление а мозг не придумал никакой другой реакции на мнимый стресс он выбрасывает ровно те же адреналин норадреналин и потом кортизол но за этим не следует никакой мышечной работы и вот эти выделившиеся гормоны фактически начинают свое разрушительное действие на организм более того тоже интересно что у нас эволюционно заложилось определенные следящие системы за тем как мы себя физически нагружаем вот мы начали там догонять не знаю там известно что гепард может бежать со скоростью 130 километров в час всего 30 секунд если он пробежит минуту у него возникнет некроз мышц ну не догнал так хоть согрелся ну курица тоже наверное сильно будет убегать от него но если ты убегаешь реально там ты наверное не будешь там следить уже что там с мышцами пусть эти могут съесть но все-таки у нас в мышцах просто начинает продуцироваться банально молочная кислота они начинают тупо болеть да вот вы знаете как качали когда-нибудь да там 10-20 раз потом уже что-то болит по мне сейчас не скажешь но когда-то я что-то качал да вот и следующее у нас когда разрушается а тф это запасы энергии в организме у нас продуцируется молекула аденозина которая говорит мозгу что у нас запасы энергии снизились и нужно отдыхать то есть у нас есть следящие механизмы за уровнем нагрузки и перегрузки физической но когда у нас появился психологический стресс у нас не появилось никаких механизмов слежения за психологической нагрузкой мы заходим в этот стресс раздумья прошлом о будущем или настоящем но мы не понимаем какой у нас уровень стресса и только тогда когда у нас начинает болеть голова повышаться давление проблемы с кишечником там не знаю аритмией депрессиями тревогами и так далее мы начинаем чувствовать то есть получается что мы не готовы длительно переносить психологический стресс я почему сделать такое длинное вступление что нам чрезвычайно важно сознательно периодически выходить из состояния психологической нагрузки даже если мы не понимаем что мы там почему называется преднамеренное спокойствие да и фактически вот этим людям которые занимаются какие-то серьезными делами я их обучаю то как 45 раз в день выходить из состояния психологической нагрузки методами контролируемого дыхания до методами медитации как это не банально и просто звучит методом переключения на физическую нагрузку причем есть разные виды нагрузки можно допустим знаете я часто наблюдаю в тренажерном зале когда человек сидит крутит велосипед и смотрит телефон ну и как там уровень стресса снижается да ничего не снижается есть виды нагрузки которые они требуют не только физической нагрузки но еще и концентрации вот я например люблю экстремальное вождение где-нибудь на каком-нибудь этом мне на улицах москвы ну да полигоне и когда ты там отрабатываешь полицейский поворот смею вас заверить не думаешь было время нельзя смотреть новости одной рукой крутишь и другой там новости смотришь да и через час все абсолютно свежая голова а причем еще ты мокрый абсолютно потому что очень сильная физическая нагрузка это допустим там лыжи горные лыжи водные лыжи рафтинг скалолазание то есть когда и мышцы грузятся и концентрация внимания то есть выброс адреналина он помогает спать лучше разрушение этого адреналина при физической нагрузке не сам выброс адреналина помогает жить лучше а когда ты его разрушаешь а вот если ты его не разрушаешь знаете как-то мне рассказывал один пилот военный бывший что есть такая готовность 0 это когда человек сидит в истребителе вооруженном заряженном заправленном и ждет команды на взлет но не взлетает да как вы думаете через сколько пилот уже не сильно дееспособен становится и в общем менять надо минуты но не минуты через два часа казалось бачон тут сидит себе ну подумал бы о чем-нибудь прекрасном там о будущем прошлом и вообще да 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 а это вот такая степень стресс такой выброс адреналина норадреналина потом кортизола что человек уже вообще ни на что не способен а он же очень делает вот что такое зашел психологический стресс и не вышел из него банальный пример просто вот допустим вы экзамены где-нибудь сдавали там институт я учился да а вы когда любили ходить первым последним вот и я так же потому что ты пришел быстро сдал ну хотя бы адреналины выбросился ну ты его там потом как-то так быстро закончилась да да а если сидишь и бывает 3 саждаешь да это крутишь голове и даже вы сдали экзамен как вы после себя этого чувствовали ну как выжатый лимон наверное да что такое вот ли и пила это застойное возбуждение и я собственно возвращаясь к тому что мы дашь тому что мы говорим что если мы говорим про каких-то людей принимающих важные решения и так далее и так далее то важно этим людям понимать что они должны физическую нагрузку периодически интегрировать чтоб там не происходило пару часов бассейна и там тражерного зала и так далее нужно конечно возможно ты сейчас чего-то не доделаешь но если играть в долгую если это говорить о годах или там там дальше какой-то эффективной деятельности то без этого просто невозможно и достаточно 23 года что просто человек в ноль выгорел если он не занимается вот такими антистрессовыми техниками определенными если мы вернемся ко сну вы горите это действительно мало изученная история всего 50 или 70 лет ими занимаются хотя уже аристотель писал за свой труд о сне и там он затронул такую интересную вещь что ну там он давал понятия но он сказал то что все живые организмы у которых есть глаза видят сны включая и животных и рыб и возможно даже но про моллюсков он как бы ничего не сказал он говорит мы не немножко не знаем но в то время мне кажется это абсолютно как бы не научно доказано это было абсолютно такой выбросил как сейчас сказать во сне мы просто этого не знаем но оказывается мы во сне связываемся с космосом и в принципе мы можем получать от инопланетян информацию которую мы можем потом впоследствии в жизни использовать но это вот опять это вот я как аристотель сейчас себя веду откуда он мог знать что действительно животные и рыбы видят сны слушайте но это могло быть просто озарение это же порой какие-то высказывания не требует научных доказательств но чтобы гипотезу сформулировать другое дело что потом ее нужно доказывать и так далее и так далее но придумать что-то это может оказаться потом истиной почему бы нет другое дело что здесь всегда просны столько всяких больше и каких-то вымыслов но если бы мы могли взять рыбу до взять ее мозг подключить какой-то датчик и записать ее сон на видеомагнитофон 0 хотя бы не рыба человека да тогда бы мы адекватно оценили ситуацию а что это такое да просто как мы сейчас оцениваем сны вы или я или кто-нибудь про это что-нибудь рассказывает да но тут возникает вопрос а что мы должны верить человеку значит а что он там придумает истинно ли это сон или это какие-то его психологические какие-то там брон мюнхаузен который нам сказки рассказывали она и вообще вот тут приснилась дева мария ты значит святой а тут приснили зеленые человечки тебя значит в дурдом но только вопрос еще суди кто в этой ситуации экспериментов сейчас нету понимаете сейчас есть масса экспериментов которые пытаются анализируя нейросетями мозг энцефалографию контролируя биохимическую процессы в мозге метаболизм мозга оценивать как-то пытаться оценивать что такое человеку снится и даже уже с вероятностью больше среднестатистической ошибки можно допустим сказать что вот тут человеку снится машина а тут человеку снится человек то есть уже разгадывает нейросеть вот эту ситуацию но чтобы это было прямо знаете в цвете 8к и так далее причем нет я даже подозреваю что как только это кто-то изобретет это первым делом засекретит наверняка но вы представляете а ты же можно посмотреть что снится там политикам генералам но более того а вы представляете приснилось что нибудь полит некорректные как человека могут и в тюрьму посадить за это так что но это через 50 лет посмотрим я да 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 это не а если мы все-таки говорим про животных вернемся чьи животных откуда мы тогда знаем что им снятся сны а дело в том что у нас есть определенные процессы физиологические которые являются отражением сна вы имеете тут бежит собака первое это определенные энцефалографические изменения уж не буду вдаваться в подробности про всякие волны второе и это у животных тоже у нас у людей у животных когда снятся сны глазки бедают то есть вот мозг видно что он спит тело вообще обездвижена а под закрытыми веками глазки туда-сюда шевелятся вот это собственно говоря одно из проявлений быстрое движение глаз во сне что это с фаза сновидений и следующее это вот да действительно обычно есть такое понятие нейрохимического блока когда нам снится сон и мозг там что-то себе представляет но на тело эти сигналы не проходят и у нас активный мозг в парализованном теле но у детей у маленьких животных этот блок еще не совсем созрел это что мозг видит частично проявляется допустим там в мимике в жестах каких-то в движениях знаете вот опять же гипер заботливые мамаши что бывает ну раз в месяц мне обязательно кто-нибудь что такое пишет доктор у меня ребенку три года он начал там выпучивать глаза там что-то гулите ли там разговаривать даже этом щеки надувать во сне сушить а это не не что-то ужасное это не психическое расстройство а еще идет доктором доктора готова давайте исключим апеллепсию и так далее это вот так проявляется рэмсон сновидение просто частично команды с мозга доходят до мимических мышц да там как собачки бегают там лапками скребут там скулят вот это проявление сновидений но еще раз говорю кардинальная проблема что мы не можем это сновидение вот так вот физически куда-то записать воспроизвести чтобы объективно оценить мне иногда дочь смеется во сне ну и прекрасно главное чтоб не плакала не пока не платит слава богу я знаю то что самый сейчас рекорде гиннеса 264 часа человек не спал 11 суток да да если например человеку не давать спать больше например 15 дней или 20 дней что с ним будет он просто возьмет и умрет каких-то прям вот задокументированных чтоб это прям наблюдали за этим такого нет ну понятное дело это же как бы как папа аналогии давайте проведем исследование выживаемости людей которые прыгают из самолета без парашюта так научное исследование контролируемая рандомизированная да и так далее не выжил следующий ну так и здесь в общем-то дентологически это невозможно единственно есть указание там из древнего китая что это прямо была казнь такая лишением сна но это же тут тоже вопрос это кто-то кто-то о чем-то где-то написал из каких-то третьих уст но то что очевидно есть и задокументировано это эксперименты над бедными несчастными собачками мышками кошками и так далее и там что происходит кстати тоже будет интересная мысль такая начинается нарушение функций внутренних органов полиорганная недостаточность падает иммунитет язвы сепсис нарушение терморегуляции в конце концов от полиорганной недостаточности умирает это бедное несчастное животное но знаете где меньше всего находят повреждений каком органе мозги вы все прочитали да я посмотрел подка в мозге в мозге потому что мозг вообще-то оказалось никогда не спит это кстати между прочим исследование буквально последних там пары десятков лет что оказалось мозг просто ночью те центры которые днем они работают и решают какие-то вопросы там взаимодействия с окружающей средой они начинают быть направлены на настройку работы органов и систем на иммунитет вообще у нас в сутки образуется 1000 раковых клеток среднем у взрослого человека но иммунитет классно это все отслеживает и убивает а представьте себе иммунитет бы решил решил бы ночью как-то бы поспать 8 часов в эти клетки не отслеживать то есть это примерно вот про то что я прочитал что ночная работа мозга заключается не только в сортировке воспоминаний но и в удалении метаболического балласта накопившегося за день отсюда следует что нарушение сна могут привести к развитию заболеваний прямо связанных с накоплением отходов это тоже есть такие всякие разные теории что и спинномозговой жидкости вымываются определенные токсичные вещества и в тот же иммунитет активизируется и так далее и так далее вообще вы правильно сказали что две функции мозга в ночью первое это восстановление физических способностей чтобы он как физическое тело мог существовать мозг а второе это обработка информации вот сновидения как раз что зачем нам нужны сновидения мы мозг решает по своим каким-то алгоритмам что забыть до что сохранить в памяти проанализировать принять решение и адаптироваться к окружающей среде то есть мы формируем долговременную память во сне и в этом смысле фактически это нужно для того чтобы мозг развивался когда родился ребенок вот только родился ему приблизительно 6 часов суммарно за сутки снятся сны а взрослому всего два часа ну казалось бы зачем ребенку который лежит там в люльке этом гулит и вообще спит ест какает писает и все да зачем ему 6 часов сновидения обработка информации чтобы он вырос большого полноценного человека да но нужно понимать что за первые шесть лет жизни ребенок узнает 80 процентов всей аудио визуальной информации которым он усвоит за всю свою оставшуюся жизнь да есть такие дети маугли когда они до пяти шести лет не попадают в человеческое общество все они остаются зверьми или зверями в общем животными да так вот представьте какой объем информации этот ребеночек должен обработать усвоить и применить и поэтому кстати тоже есть работы которые показывают что если у детей нарушается существенно сон это ведет и к физическому недоразвитию люди щуплые низкорослые растут и психическим проблемам частности допустим если это детский храп или апноэ сна до которые разрушают структуру сна так вот это и на физическое и на психическое развитие детей существенно отрицательно сказывается мне в детстве удалили 1 до сейчас я знаю то что 1 не удаляю нужно ли детям удалять аденоиды чтобы они лучше спали но здесь не только аденоиды но еще и миндалины это как бы там два две таких вот лимфоидных образования которые могут ухудшать дыхание ментами аденоиды в основном затрудняют носовое дыхание здесь палка двух концах вот еще лет 30-40 назад всем все подряд удаляли да и меня меня тоже я помню это до сих пор картинку связывают значит там с такой хирург подходит там прям живьем все это вырезает да про мороженое правда потом дают но это такая картинка я вам скажу мороженое было не сильно вкусно да 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 и это было неправильно когда всем удаляли да но потом пришла обратная ситуация а вот же это же важная лимфоидная ткань а она же потом 18 годам уменьшится и она так и происходит и в общем то даже сама ситуация может пройдет и что начало происходить а более того у нас еще появились извините частные центры я ничего против частных центров не имею медицинские я имею ну я могу иметь ну что бывает да бывает что вот ты пришел большие аденоиды я потом о последствиях сейчас расскажу еще да но их можно удалить и фактически вылечить ребенка и все он будет здоров и кстати вот сейчас масса работ которые показывают что вот то что там 15-20 лет назад говорили что если удалить аденоиды миндалины это будет нарушать иммунитет это там дети какие-то недоразвитые вырастут ничего подобного вот никакие последние исследования не доказали что по показаниям проведенной операции как-то отрицательно сказываются на иммунитете этих детей или взрослых на еще на чем-то то есть риски того что ты оставишь и вызовешь кучу плохих последствий сейчас я них расскажу они гораздо выше чем когда ты их удалишь по показаниям а теперь давайте расскажем что бывает у этих бедных несчастных детей не дышит нос значит ребенок должен дышать открытым ртом ну то есть у него постоянно открыт рот а что происходит мышцы тянут нижнюю челюсть вниз и сзади все время и нижняя челюсть так и растет вниз и кзади она смещена кзади получается она вытянута лицо такое вытянутое и вот вы видели наверное людей с такой скошенной назад нижней челюсти как про соскученными зубами ну да вот это как раз последствия недолеченных аденоидов в детстве потому что растущая маленькая челюсть она зубом зубам просто места не хватает и потом эти ортодонты бедных этих детей еще там десятками лет что-то пытаются исправить да это первое второе о такой птичий горбатый нос большой с горбинкой ну вот как правило вот эти люди это маленькая скошенная назад нижняя челюсть большой вот такой птичий нос и такой немножко вытянутое лицо так называемое аденоидное лицо вот это последствия того что ребенок постоянно дышит ртом это раз два дело в том что если это приводит а это часто приводит к храпу и остановкам дыхания во сне копное сна разрушается структура сна да и ребенок не развивает и ребенок физически плохо растет он просто становится щуплым низкорослым а потому что у нас глубоких стадиях сна продуцируется гормон роста которую детей отвечает за рост и если этот гормон плохо продуцируется дети просто низкорослые я как-то рассказываю эту историю периодически в 2013 году приезжаю в красноярск лором читать лекцию про синдром обструктивного апноэ сна и рассказываю что если вот операция аденоиды миндалины удалить при апноэ сна ребенок начинает потом быстро расти потому что сон нормализуется пик продукции самодотропного гормона такой феномен рикошета и ребенок начинает гораздо быстрее расти встала на такая пожилая лор за 70 уже лет и знаете меня после войны моя учительница учила ты горит удали у ребеночка миндалины и он начнет хорошо расти боже мой я только сейчас спустя там 60 лет или там 50 поняла вообще какая связь низкорослый ребенок щуплый а следующее помните я говорил что у нас ночь сновидение это обработка информации это сохранение и формирование долговременной памяти и у ребенка начинает хуже формироваться долговременная память практически приблизительно 25 процентов дефицита внимания и гиперактивности по современным исследованиям обусловлено апноэ сна и этот ребенок не может нормально учиться он не может нормально усваивать материал он не может нормально адаптироваться он может быть и перерастет эти дыноиды к 18 годам он школу потеряет он вырастет не менделеевым а продавцом соседнем продуктовом магазине а родители то хотят воспитать умного ребенка они могут вот в чем беда то а что касается частных центров что бывает и это к сожалению беда вот пришли ребеночка там с аденоидами миндалинами аймар от вы знаете это же такие важные органы нужно сохранять потом они уменьшатся через 10 лет и потом 10 лет потом по 3-4 раза в год лечат этого ребенка от каких-то там ринита вот проблем с ушами а потом а дефицита внимания еще чего-то потом еще ортодонты начинают этим заниматься сколько можно денег на этом ребенке заработать вместо того чтобы просто прооперировать и вылечить причем в частных центрах как правило нет хирургии есть еще больше проблем да получается что врач в частном центре должен отправить этого ребенка куда-то в другую там государственную структуру которая что-то там с ним сделает а главный врач потом убьет этого лора который этого ребенка кому-то отдал уж я конечно может быть извините немножко так против медицины выступаю но это просто боль реальная потому что это столько историй которые пишут эти мамы которые ходят по этим лором не 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 будем сохранять будем лечить я по поводу центров частных тоже скажу потому что я тоже столкнулся такой ситуации что у меня была грыжа и я пришел в частный центр и мне этот врач он прям продавал эту операцию он прям продавал он говорит да мы уже столько лет этим занимаюсь смотрите у меня грамоты у меня это вот собака у меня еще тут это награду получила кстати говоря это важно вот и он прям правда я видел что мне прям продает эту историю я поставить все равно сделал операцию но не у него то есть я пошел там уже в государственную клинику и так далее и вот после этой ситуации я тоже действительно против всех этих частных центров потому что им они думают не о людях а только от деньгах к сожалению ну я скажу что не все так и это очень много зависит от конкретного руководства конкретного центра ну потому что есть внутренние стандарты самого человека или руководителя или доктора который ну в общем принимает какие-то логичные решения но я последнюю историю расскажу с супругой которая просто была такая вот родинка и она там не долго думая пошла в поблизости возле дома там и в барвихе в одинцово в центр но вот эту родинку просто удалить причем как бы меня не спросил я же все-таки доктор я сам только исключительно по знакомству хожу да ну и потом мне звонит из этого центра слушай а у меня тут заподозрили какой-то онкологический онкологи что это значит какая-то родинка которая вот ну знаете там невусы это же и мне мне значит послали к онкологу онколог сказал что значит о это теперь нужно весь организм обследовать а вдруг у вас метастазы куда-то в общем и чуть ли не на сто тысяч написали чего нужно сделать я так быстро давай оттуда я значит звоню своему знакомому дерматологу а в принципе там просто вот такой специально увеличительной лампой можно посмотреть и с очень высокой вероятностью оценить есть подозрение или нет да ну короче она пришла туда он посмотрел да все хорошо тут же чикнул все а так представляете это в общем месяц бы обследовали а потом стали ну слава богу у вас значит это не рак давайте вырежем а сейчас бы сейчас спасибо спасибо пачево это жуть просто какая-то бывает вот полезный лайфхак про снотворное давайте немножко поговорим потому что даже в одном сериале два с половиной человека это немножко эту тему обсмеивали джейк объясняю фармацевтические корпорации хотят чтобы ты верил что все можно исправить таблеткой не можешь уснуть таблетку не можешь проснуться таблетка грустно таблетка не стоит таблетка ну не стоит таблетка это классно ну как известный препарат да не будем рекламировать его который прекрасно эту проблему реально решает младший как раз сын от этого героя который произносил эту фразу что не стоит понятно да все таки по поводу снотворных это что-то хорошее что действительно помогает людям или наоборот это их убивает давайте мы как бы чтобы не выплеснуть как говорится с ребеночком с водой ребеночка да и сказать что все все снотворное это ужасный вред нет но не у не неправильным назначением неумеренным дозированием любое лекарство можно приводить яд вот так да теперь сначала когда снотворные реально помогают и нужны острый стресс острая бессонница ну не знаю какая то вот там на работе ситуация выгнали вас с работы развод еще что-нибудь такое да которая спровоцировала реально острую бессонницу а сама по себе бессонница если вы не спите она к чему приводит тому что организм еще сам хуже функционировать начинает да это мы уже сейчас как раз обсуждали что если человек не спит то он еще больше становится подвержен стрессу иммунитет падает он начинает болеть респираторными инфекциями всевозможными известная ситуация что стрессанул вот тебе герпес обострился тут классика скажем так влияние стресса на иммунитет поэтому если есть реальный провоцирующий фактор который вызвал острую бессонницу в этой ситуации вполне себе можно назначать препараты симптоматически давая человеку сон чтобы он выспался банально а соответственно он лучше начнет переносить этот стресс я люблю аналогию в этом смысле вот допустим вы заболели острой респираторной инфекцией ну не ковид какой-нибудь просто там урвы да и у вас температура 39 вам плохо ну что почему не выпить жаропонижающее что вам стало немножко лучше да но с пониманием того что в принципе организм все равно с этой ситуации справиться и вы через 7 дней поправитесь метика говорят если лечиться то 7 дней а не лечиться неделю так что симптоматически облегчать бессонницу особенно при острой бессоннице это вполне себе адекватная ситуация назначения снотворных там успокаивающих или даже транквилизаторов смерть близкого человека например да и у человека острый там реакция на стресс да да вполне себе можно лечить человека но другая ситуация опять же по аналогии с температурой представьте себе приходит человек доктору при доктор а у меня не три дня 39 а у меня три месяца три месяца не доживет 39 там месяц 39 ну что доктор просто начнет сбивать температуру или он все-таки поймет что есть какая-то причина которая не прошла через семь дней может даже рак рак абсцесс туберкулез не знаю там вич спид и еще куча проблем там которые могут давать высокую температуру которая не проходит и что назначить доктор он назначает обследование на он начнет искать причину этой температуры так вот если мы говорим о хронической бессоннице которая длится ну стандартно это считается больше трех месяцев вот это значит уже действует какая-то причина которая не позволяет самой по себе пройти этой бессоннице и здесь назначать снотворные это все равно что привод той же температуре не уточнять причину а просто снижать ее но человек в конце концов помрет от причины и в этой ситуации вот что я делаю как сомнолог я как раз стал пытаюсь поставить диагноз и ставлю диагноз мы делаем полюсомнографию это мы смотрим а что у нас непосредственно со сном происходит стадии сна циклы сна структуру сна нарушение дыхания во сне двигательные нарушения смотрим я очень тщательно оцениваю анамнез ну знаете вот буквально месяц назад была совершенно смешная ситуация ну она как смешная на грустная приходит ко мне пациент жалуется что доктором ходил и жаловался год что у него проблемы с засыпанием час-два-три не может заснуть его посмотрели два невролога назначили какое-то свое неврологическое лечение потом не помогло его посмотрел психиатр назначил поставил ему тревожно-депрессивное состояние с утра назначил антидепрессант вечером нейролептик но это я скажу так очень серьезное лечение а он все равно плохо засыпает ну и вот уже четвертый доктор я а я люблю извините анамнез расспрашивать вообще у меня консультация первичная полтора часа за двадцать семь тысяч ну слушайте ко мне просто простые пациенты не ходят и вообще не простые но и не те которые там вот я уже как вот второй третий доктора вы будете среди знаменитости если будете пациентом ну по крайней мере что-то где-то помимо всего прочего я узнаю что год назад он ушел на удаленную работу и у него разрушился режим он начал спать безобразно абсолютно но он купит купил кофемашину еще и начал восемь-десять чашек заварного кофе в день выпивать кофе естественно ухудшает процесс засыпания а предыдущие три врача об этом вообще не спросили вы такой доктор хаус ну слушайте я все-таки 30 лет 30 лет этим занимаюсь и я понимаю где где порыться понимаете как вообще когда стал сомнологом это же ведь тоже всего там несколько дней меня поучили потом я уже учился и в штатах и в швеции и германии в израиле и у нас там всякие там какие-то не последние больше наверное 15 лет я сам уже учу но я много где поучился но поначалу это конечно была беда когда я не мог понять от чего человек не спит но сейчас я наверно немножко лучше разбираюсь так вот я ему отменил кофе ну правда первые пару недель ему было плохо просто феномен отмены был голова болела давление низкой сил нет но все через две недели он начал прекрасно засыпать вообще без никаких проблем здорово возможно легко слезть потом со всех этих снотворных с таблеток ну я тогда как раз закончу что если мы пообследуем человека у нас есть болезни сна и у нас 60 даже больше болезней сна это раз у нас нет здоровых есть недообследованы второе это медицинские допустим проблем или соматические дефицит железа может давать бессонницу повышение функции щитовидной железы гипертиреоз может давать тяжелейшую бессонницу синдром допустим там ну не синдром дефицит витамина d дефицит витаминов группы b тоже может давать бессонницу и следующее это психические проблемы тревоги депрессии это нарушение образа жизни отсыпание выходные дни например так называемый социальный джетлаг тоже может давать тяжелые бессонницы особенно с воскресенья на понедельник да и вот я сначала ставлю причину и максимально пытаюсь устранить причину и тогда не нужны будут снотворные не то чтобы я их назначаю не назначаю но если я понимаю что мы исключили причины а у человека допустим тянущаяся стрессовая ситуация без очевидного завершения в обозримом будущем вот там может быть назначение и антидепрессантов и даже каких-то нейролептиков но все просто нужно делать по показаниям они просто вот с бухты барахты назначать всем подряд в чем проблема еще назначение препаратов месяц приема это психологическая зависимость то есть человек уже просто боится заснуть без таблетки да а где-то 3-4-5 месяцев физическая зависимость и получается что если мы назначили препараты не устранил причину до на каком-то этапе человек будет спать но физическая зависимость от препаратов они уже перестают действовать нужно означать еще более сильные а если мы пытаемся отменить то у нас причина продолжает действовать а тут еще феномен отмены то есть еще дальше хуже становится чем было самого начала и человек не может отменить все нужно лекарственный пожизненный наркоман да это просто беда 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 и что с этим делать вот держите друзья мы разыграем две книги роман принес их нам с личным автографом с личным автографом поэтому участвуйте в конкурсе я расскажу что надо будет сделать и возможно эти книги будут у вас что делать кто виноват понятно сами пациенты врачи порой да а в 2017 году поменялись все абсолютно стандарты лечения хронической бессонницы во всем мире европейские американские и российские в частности я тогда еще был президентом российского общества сомнологов которые стандарты а что случилось что случилось тогда раньше были табли на первом месте стояли таблетки да но в 87 году спилмен предложил так называемую модель трехкомпонентную фактически павловскую модель развития бессонницы не скажу что это такое если у нас есть какой-то провоцирующий фактор который реально ухудшает сон ну то есть мешает заснуть человеку а человек начинает пытаться стоит 20-30 раз попытаться и у человека формируется стойкий условный рефлекс боязни не заснуть и уже сам какой-то фактор может пройти а вот этот рефлекс останется более того человек лежит ведь в постели когда пытается у него формируется следующий условный рефлекс постель тире бессонница да вот здоровый человек ложится в постель и через 15 минут засыпает можно постелька сон все прекрасно да а сформировался рефлекс боязни не заснуть и постель тире бессонница через я мучительно хочу спать вот прямо умираю но только лег в постель все сон как рукой сняло сработал павловский вот этот рефлекс что постель тире бессонница и человек ложится и каждый раз не засыпает и уже засы не засыпает не от того что стресс от того что вот эти рефлексы действуют а еще дальше что начинается так называемое негативное прогнозирование вот если даже здоровый человек ну просто поспал плохо ночь ну что то у него там стресс какой-то случился он что думает насчет следующей ночи да высплюсь да ну сейчас не доспал так высплюсь а что думает человек который постоянно плохо спит а у него сейчас еще хуже ночь стала так ужас вообще скоро умрут бессонница а дальше еще что человек начинает делать это так называемое дезадаптивное поведение если я плохо поспал то нужно лечь пораньше и встать попозже и человек пытается сбивает ритм пытается добрать он раньше ему хватало семь восемь часов а он начинает лежать в постели 10-11 часов особенно люди которые такие свободных профессий допустим да а это еще хуже делает ситуацию после человек все равно больше своих восьми часов не поспит а два часа проведет закономерно в постели без сна пытаясь заснуть а это еще дальше будет подкреплять рефлексы боязни не заснуть и это абсолютно самоценная бессонница которая дальше развивается по своим законам и может тянуться десятилетиями уже вне зависимости от того что там произошло это знаете когда все-таки достаточно какие-то там серьезные люди приходят это у них развод это просто катастрофа после делят миллионы и обычно не рублей да и какие хорошие знакомые попал полгода допустим тянется развод потом ведь все там женился детей нарожал дом построил яхту купил все но бессонница все хуже хуже и хуже да вот эта классика условно-рефлекторной бессонницы так вот фактически это же бессонница которая обусловлена нарушение мышления условными рефлексами и дезадаптивным поведением и если человеку применить определенную программу которая это уберет я сейчас за 6 недель вылечиваю 70-80 процентов пациентов с хронической бессонницей причем порой отменяя таблетки которые человек годами поднимал но это достаточно серьезный труд самая эффективная методика знаете какая лечение бессонницы ограничением сна как это не парадоксально звучит ну представьте себе человек приходит ко мне говорит доктор я лежу в постели 10 часов да из них сплю максимум 3 и и вообще скоро умру потому что прочитал что есть там фатальная семейная инсомния от которой все умирают она есть но она где-то там в италии далеко и неправда но я говорю окей а сколько вам хватало спать до бессонницы 8 часов прекрасно а давайте мы уберем еще два часа и оставим вам 6 мы все спите 3 давайте вы в постели будете лежать максимум 6 часов человек говорит ну ладно хотя конечно странно вы все равно не спите да смею вас заверить а что мы делаем мы фактически делаем реально человеку создаем дефицит сна потому что ему нужно было 8 я лежу заставляю 6 причем когда бы человек не заснул допустим мы ограничили 12 ночи лечь 6 встать даже если он в час в два заснул он все равно должен в 6 встать и человек начинает накапливать истинный дефицит сна вот интересно что эти люди с хронической бессонницей которые говорят что мы годами не спим они не знают что такое истинная сонливость у них разбитость усталость снижение работоспособности но не сонливость они говорили раньше мы могли и днем поспать и ночью и днем а сейчас я всю ночь не сплю и днем заснуть не могу как не пытаюсь но достаточно где-то недели ну максимум двух вот такого достаточно серьезного ограничения сна и человек накапливает дефицит сна какие бы ни были рефлексы человек уже к вечеру такой что он бывает вечером я его консультирую на меня так сидит смотрит стоять не спать вам еще не разрешено еще полдвенадцатого идите покатались на яхте вокруг дома которую распилили с женой она пусть на одной палубе вы на другой да 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 так вот накопление дефицита сна перебивает все эти рефлексы и человек на каком-то этапе просто падает и засыпает и достаточно десять-пятнадцать раз заснуть не боясь у человека начинает формироваться стойкий положительный условный рефлекс и где-то через три-четыре недели это кардинально меняется психика человек доктор я уже просто вот жду когда же я вот вот это время вы мне разрешили а у меня пятнадцать минут это просто мучение какое-то пока я не упаду в эту постель а причем это все контролируется у человека висит трекер который показывает когда человек спит не спит и причем у него жесткое такое правило если он три раза нарушит все уволен из программы и вот проходит пара недель человек говорит все я уже просто умираю хорошо добавьте пятнадцать минут в постели доктор вы просто спасибо это же такое счастье еще пятнадцать минут поспать это при том что он раньше десять часов лежал в постели вообще говорил что он не спал и мы фактически формируем новый условный рефлекс что постель это сон и 3-4 недели человек начинает спать не думая что у него сон какая-то там проблема это кардинально меняет мышление он перестает бояться даже если он сегодня плохо поспал он думает ну завтра то сплюсь то есть если я их убеждаю это такой целый процесс да такой когнитивный что если вы не доспали это не проблема вы просто накопили эликсир сна который завтра подействует и реально человек начинает без всяких таблеток через несколько недель прекрасно спать вы как главный сомнолог России ну это правда нет это абсолютная правда были ли у вас случаи когда какие-то фармацевтические компании приходили к вам и говорили вот мы тут разработали хорошую таблеточку советуйте ее людям а мы вам процент какой-нибудь отсыпем смотрите я ни в коей мере не скрываю что так или иначе я сотрудничаю с какими-то фармацевтическими компаниями гораздо выше чем здесь у нас но сейчас санкции все равно наши рекомендации обычно базируются на их рекомендациях потому что у нас просто нет таких финансов проводить такие серьезные исследования и есть гайдлайны которые говорят что допустим при депрессии да нужно назначать антидепрессанты если это более серьезная ситуация может быть даже нейролептик если это острая ситуация это бессонница это можно назначать снотворные или транквилизаторы и в этом смысле я ничего не вижу критичного сотрудничать с фармацевтическими фирмами потому что к сожалению средств государства как правило недостаточно для того чтобы проводить какие-то конгрессы конференции обучающие семинары реально обучая врачей у нас ведь до сих пор сомнологию в университете практически не преподают не хватает средств у российского государства или у всех государств слушайте ну у нас особенно не хватает я вообще-то почитал проект госбюджета да на следующий год вот у нас в этом году если не ошибаюсь было 0,9% на здравоохранение будет 0,8% на все здравоохранение да это при том что среднеевропейский параметр где-то 4-5% иногда до 10 американцы 16% госбюджета на здравоохранение тратят то есть ну к сожалению увы проведение конгресса в основном ложится не на государство да а на какие-то частные структуры которые так или иначе помогают врачам проводить эти конгрессы и я ничего плохого в этом не вижу другое дело что да если я не вижу какого-то уровня доказательности но все-таки ориентируясь больше на зарубежные какие-то базы данных там подмет или что-нибудь такое то и мне говорят а ты просто говори что это хороший препарат я говорю извините ну вот тут срабатывает какая-то некая ну то есть вы отвечаете за тех кого вы советуете то что то что я советую реально я отвечаю потому что читаю извините там эти клинические рекомендации на основании этих клинических рекомендаций уже какое-то сформируется клиническое мышление опыт и так далее хотя опыт конечно тоже чрезвычайно важный который помогает ну как-то адаптировать клинические рекомендации к реальной жизни а вы сами когда-то ну пользовались этими таблетками которые советуете людям слушайте пользовался во-первых допустим если на не буду там конкретные эксперимент был или это действительно у вас были какие-то проблемы например перелеты ну сейчас я как-то уже так немножко лучше к своему организму отношусь допустим раньше когда летал в красноярск Новосибирск там ты летишь 4 часа и вычитается еще 4 часа потому что ты на восток летишь ну грубо говоря ты сел в там 12 ночи а прилетел в 8 утра да и можно по идее в самолете 4 часа поспать ну потому что следующий день уже работать надо да потому что ночь выпала есть короткодействующие снотворные там короткодействующие з-гипнотики которые действуют 4 часа ну главное еще только не в салоне ожиданий вернее не в аэропорте а проспать можно уже перед посадкой в самолет да выпиваешь садишься отключаешься через 4 часа включаешься пошел работать но вы при этом сказали когда меньше заботился о своем организме то есть это не полезная история смотрите ну это же что-то такое что уже выбило организм из нормального функционирования вообще это же не так что знаете как просто покушать а давайте будем просто кушать снотворные таблетки то есть всегда нужно очень осторожно к этому подходить взвешивая пользу и риски да а не по каждому поводу тут смотрите как и как я с пациентами говорю что минимальный риск развития зависимости это где-то 6 ну максимум 8 приемов в месяц ну у человека допустим какая-то стрессовая работа какие-то совещания перед которой нужно выспаться потому что если ты плохо поспала у тебя реактивный сон у тебя это как с детства формируется когда ребенок перед экзаменами допустим плохо спит так и во взрослом состоянии у него какое-то там совещание важное человек просто всю ночь не спит а потом на совещании мало что соображает вот в этой ситуации можно ситуационно применять препараты да но с пониманием того что у тебя остальные дни ты их не применяешь а когда человек выходит уже за 10 а тем более 15 приемов в месяц это очень высокая вероятность срыва в постоянный прием развитие психической и физической зависимости и здесь надо всегда понимать что если ситуационно да вполне возможно или сбивка часовых поясов допустим ты прилетел в америку или куда-нибудь во владивосток есть мелатонин который можно попринимать и соответственно ты быстрее подстроишься под можно да да то есть это посоветуйтесь своим врачом как это говорят имеются противопоказания но это вполне себе нормальная ситуация так или иначе периодически себе фармакологически помогать ну вот у меня многие знакомые они боятся летать вот и как бы это будет для них такой спасительной таблеткой выпить снотворное заснуть проснуться уже как бы по прилету только из-за того что они боятся летать здесь по-разному можно подходить потому что снотворное просто снотворный дает эффект но не такой уж противотревожный просто есть противотревожные препараты есть конце концов транквилизаторы но это что-то жесткое ну почему жесткое нормально то есть опять же только надо понимать дозировку нужно побеседовать с своим доктором может проэкспериментировать еще до перелета чтобы потом не понимать что эти самолеты выносить будут у нас по-другому как а как меня пациент рассказывал ну выпиваю литр коньяка правда потом проблема с выходом из самолета войти то я еще могу но тут еще разок любое лекарство нужно взвешивать пользу и риски и еще раз повторюсь любое лекарство неумеренным или неправильным применением можно превратить в яд да так как раньше было маленькими дозами наши знахари лечили а большими убивали ну вот так если например у человека ну он как бы нормально спит у него нет проблем со сном и так далее вы говорите есть какие-то вот витамины и так далее нужно ли им ну и знаете как вот мы живем в Москве нам нужно витамин D больше пить вот люди покупают там всякие бады таблетки ну витамины непосредственно их пьют если человек нормально спит если у него довольно таки все хорошо со сном нужно ли ну вот как для улучшения то есть для пущего эффекта какие-то витаминки не таблетка а именно витаминки здесь тоже есть разумный определенный подход да у нас по исследованиям в жители крупных городов 50 процентов людей дефицит витамина D у пожилых людей до 75 процентов всех жителей дефицит витамина D и поэтому профилактические дозировки ну фактически можно рекомендовать практически всем более того еще вот то что чем мы дышим это же всевозможные окислы и так далее они нарушают там разный метаболизм тканевой метаболизм и даже бывает что у нас допустим в крови норма но это еще не значит что в клетке норма потому что блокируются вот эти механизмы передачи витаминов микроэлементов в клетку и поэтому разумные какие-то витаминные комплексы тот же самый допустим магний который тоже обладает достаточно успокаивающим действием витамины группы B витамин D там цинк например и так далее то есть разумное какое-то добавление в диету вполне себе целесообразно тот же магний например известно что до в 19 веке средний американец потреблял 400 миллиграмм магния в основном с растительной пищей а в 20 веке уже 200 миллиграмм магния потому что фастфуд и так далее а норма дневная 400 миллиграмм ну чтобы нормально организм функционировал другое дело что знаете здесь бывает такое что человек начинает мегадозы какие-то сам принимать и думает что это станет лучше но я всегда говорю знаете не надо кушать печень белого медведя потому что там очень много витамина А и можно ослепнуть это известный случай так что тут передозировать тоже витамин D можно передозировать начнут камни в почках откладываться камни там ну то есть вообще такая проблемы с костями начнут тоже там происходить и так далее то есть тут разумные пределы есть у нас поэтому есть и лечебные дозировки есть профилактические дозировки даже на витаминах обычно пишут другое дело что я может быть не совсем сторонник знаете у нас сейчас столько всяких нутрициологов да и причем это выглядит так человеку расписывают простыню на 30 препаратов ну я все-таки сторонник такой некой классической медицины есть такое понятие полипрагмазии когда человек употребляет больше пяти различных препаратов уже вообще невозможно предсказать как они будут взаимодействовать между собой и доказано что вред приема многих препаратов превышает пользу от каждого из них так что тут очень осторожно нужно тоже подходить когда тебе говорят а мы тебе назначим 30 препаратов и тесто они там в пять раз лучше чем если ты пять препаратов принимаешь но это полный нонсенс да спасибо большое за эту интересную за эту интересную мысль потому что я надеюсь что многие сейчас об этом задумаются вы сказали то что у нас действительно в университетах не преподают сомнологию в мире в университетах преподают где-то сомнологию я бы так сказал значительно чаще чем у нас если это особенно такой вот развитые страны но тоже получается ведь сомнология начала развиваться где-то в 50-е годы прошлого столетия а есть такое хорошее выражение из новой англичанина все никак не запомню его фамилию для того чтобы изгнать из медицины ложную идею нужно лет пятьдесят а для того чтобы внедрить правильную все сто ну и если мы 50-е годы прошлого столетия то к 2050 году наверное сомнологию начнут преподавать в университетах это же ведь должны смениться как минимум два-три поколения то есть сначала вот те врачи которые там в 50-х годах они же взрослеют они начинают преподавать молодежи а так как им ничего не преподавали они ничего не преподают ну вот вы можете уже преподавать ну я собственно большую часть сознательной жизни и занимался этим я 8 лет был президентом российского общества сомнологов основная задача была была как можно больше обучить сомнологов открыть сомнологических центров я скажу мои ученики больше 50 сомнологических подразделений в России за 8 лет моего президентства открыли для вас фактически это миссия то что вы ходите на все подкасты на все интервью рассказываете об этих темах столько книг написали это для вас миссия как бы чтобы сомнология стала действительно такой полноценной дисциплиной в университетах да я просто кайфую от этого а вы просто кайфуете от этого ну смотрите я может быть кстати последние годы как-то у меня запал чуть прошел ну во-первых я уже решил что 8 лет хватит как-то надо молодые пусть там занимаются больше и мотаться по всей стране открывать эти центры проводить эти школы ну я немножко больше сконцентрировался на каких-то обучающих и может быть онлайн программах интернете это тоже сейчас ну знаете как ты проводишь какой-то семинарчик и к тебе приходит 100 человек а вот тут записываешь видео а его смотрит миллион да так что тут вот и следующее это просто пришел к тому с чего я собственно начинал и человек больше всего любил это лечить людей я скажу когда я поступал военно-медицинскую академию это просто поехал туда потренироваться в питер потому что на месяц были раньше экзамены я туда поступил но не хотел быть военным уж извините забрал документы поехал в первый мед и тоже поступил но я там писал ммпи тест такой тест на профпригодность 500 вопросов 4 часа в общем самый большой плюс у меня была педагогика и научная работа а самый большой минус бухгалтерия и административная деятельность спасибо вам большое за то что вы действительно помогаете людям лечите их делайте их здоровее спасибо вам большое что вы пришли мне было невероятно интересно я даже уверен всем было невероятно интересно а вам полтора полтора часа он заснул полтора часа пролетели незаметно спасибо вам большое спасибо Субтитры создавал DimaTorzok